здравствуйте дорогие друзья как я рад что вы здесь что мы снова вместе там тут в разных городах даже в разных странах это прекрасно объединяет нас одно объединяет нас музыка который является универсальным языком человечества ну просто потому что мы прекрасно понимаем друг друга на каком бы языке мы не говорили в какой бы стране мы не жили какую бы религию не исповедовали даже так все равно если мы говорим по любимой музыке мы тут же находим общий язык и это очень здорово тем более что даже какого мы возраста кстати говоря не играет никакой роли потому что музыка не имеет возраста уже слушаем музыку которая была написана и придумана записана в прошлом веке в позапрошлом веке два века назад три века надо четыре века назад и слушаем ее сегодня если мы слушаем она вызывает у нас будет у нас эмоции какие-то значит она современно значит у нее нет никакого возраста и поэтому когда я показываю пластинки и говорю о пластинках соответственно которые были записаны в середине прошлого века я никоим образом не впадаю в детство и не ностальгирую по юности не ухожу туда в прошлый век это все происходит здесь и сейчас потому что вот вы ставите пластинку в прошлом веке в веке выпущенную beatles например и она играет для нас абсолютно адекватно и играет то есть играет адекватно играет адекватно да это понятно она кажется нам адекватной адекватные времени нашему состоянию и вот фото какой-то я наговорил да чего-то такого вот например пластинка которая записана в 1973 году в нем уже 73 она и вышла badger never to me back on a friend называется она 1973 год как уже сказано выше третий альбом группы badger музыка молодости не в том смысле что она записана молодыми людьми и что мы слушали ее впервые когда сами были адски молоды чудовищно молоды а в том смысле что она звучит так как будто трое озлобленных подростков вышли на сцену играют и поют она болевшим причем что хорошо этой группе что мне в ней нравится по крайней мере на первых и альбомах там на первых четырех скажем что она не делает это с дикой серьезностью мы музыканты мы же музыканты мы вышли показать вам свое искусство потрясти мир и остаться в веках мы создаем великие произведения ничего даже близко похожего здесь нет просто все на самом деле так весело с таким юмором с такой издевкой с таким сарказмом с таким наплевательским отношением к тому что будет завтра беркшелли поет ну как будто это такой обиженный восьмиклассник которого обидели не зря причем вот он там на стул учительский налил клей учительница села прилипла устроила скандал вызвала родителей и парня выгнали из школы и вот таким обиженным голосом он орет поет плачет стонет и голосок то такой совсем детский него но очень злой обиженный но при этом парень веселый и несмотря на то что из школы его выгнали он всем своим звуком передает свое состояние состояние такое что дай мне и и и и и наплевать вот я пойду своим путем также все остальные музыканты также барабанщик также гитарист который играет по полной но играет очень хорошо играет очень хорошо все пластинка конечно интересная многие относят даже чуть ли не к прогрессив року так называемому что мне дико смешно вообще мне вот назвали прогрессив рок прогрессивный урок это я употребляю иногда это словосочетание ну просто для того чтобы понятнее было о чем идет о какой пластинке в группе идет речь на на самом деле конечно это невероятно первая песня брэд фан да жадюга переводится брэд фан все тут же вспоминают ах металлика металлика сделала камер на эту песню но мне абсолютно наплевать на то что сделал там металлика меня это групп меньше всего интересует если так по честному говорить сыграно замечательно вот этот самый риф с которого начинается песня гитарной с омерзительным звуком гитарным просто один из самых отвратительных тембров гитарных у группы баджи они добились своего все-таки показали свою ярость такой мерзопаписный тембр этот риф проигрывается четыре раза хотя хватило бы и двух то есть когда два раза он проигрывается понимаешь то есть но сейчас группа вдарит нет еще два раза он играется чтобы уже окончательно вбить в голову ну а потом начинается очень интересная аранжировка на самом такой ракешник ракешник по-другому не скажешь основано на блюзе все правда упрощенная такая версия но усложненная аранжировка вот вот что интересно и усложненная настолько что когда начинаются сбивки там после пропевания куплета ритмические сбивки идут а продюсировали альбом сами господа музыканты великие от роджера бэйна отказались который записывал первые два альбома их но на продюсировали как все говорят отлично справились с работой но отлично отлично конечно все если всех устроило то хорошо и мы слушаем это все с удовольствием но когда опять таки возвращать когда начинаются вот эти ритмические сбивки там уже начнут просто партии сваливаются в полную кашу какую-то потом из каши этой выныривают и пошло дальше нормально слава богу что после самых страшных вот этих кашеобразных сбивок начинается лирическая часть с акустической гитарой пропивается медленная медленная история медленный фрагмент лирический и потом снова падают в свой этот самый приблизованный тяжелый очень тяжелый очень громкий рок я на самом деле конечно хотел бы побывать когда-нибудь на концерте баджи тех времен того состава еще вот с этим барабанщиком который ушел после записи этого альбома это было невероятно круто и группу конечно принимали на ура в свое время в то время это было очень очень здорово очень интересно были приз дон гоу следующий номер песня 35 года написанная big joe williamson и превращена в какой-то невероятный просто тяжеленный британский рок никогда не скажешь это песня американская хотя блюзовая форма блюзовая основа и блюзовое дыхание смысл блюзовый все сохранено здесь они очень точно здесь я не знаю наверняка они не копались там в историях не слон не слушали записи из библиотеки конгресса сша с записями оригинальными американских блюзовых музыкантов в том числе big joe williams наверное услышали на пластиночке где-то эту штуку быстренько ее сняли не вдаваясь в подробности что называется не погружаясь в контекст как-то само собой у них выскочила вот это ощущение блюза абсолютно точно сохранено хотя сыграно все не так сыграно все без бешеной энергии со скоростью с дикими соло гитарными со сбивками с тяжеленным рифом который в середине вдруг возникает просто здравствуй black саббат мы твои братья младшие или средний или старший очень просто интересно настолько необычно неожиданно что ну пожалуй это самая такая яркая композиция из всего альбома если так если всерьез рассматривать конечно эту штуку а если не всерьез что правильно на самом деле потому что всерьез копаться в этой музыке я не вижу никакого смысла музыка веселая зажигательная бодрая клёво сыгранная очень хорошо придуманная смысле аранжировок то есть подход музыкантов как у нормальных музыкантов ни халява никакая не халтура серьезно все вот что касается аранжировки все всерьез сделано а подача такая и и задача главная доставить удовольствие тем кто пришел в клуб на концерт все я не знаю может быть задача другая была но получилось именно так следующий номер you know i always love you без медленной баллада никуда ну никуда потому что на радио что-то надо ставить где-то надо что-то и и продюсером показать и девушки что-то послушали все очень хорошо но очень красивенько здорово ну а последняя песня на первой стороне your biggest thing since powered milk ты самое лучшее что случилось со я сам переведу самое лучшее что со мной случилось после появления порошкового молока вот это моя любимая здесь пьеса после baby please don't go очень интересная с абсолютно шизофренического барабанного соло закрученного такое ощущение что через лесли кабинет пропущенного через фазный инвертор какой-нибудь еще все это вспомнили джимми хендрикса все летает по панораме закручено очень здорово да а потом начинается собственно говоря тяжелый рифовый полу блюз полурок с бешеной игрой на бас-гитаре кстати говоря вокалиста шелли а это бешеная игра начинала начинать с первой песни когда играется вот этот знаменитый риф который на который купилась металлика и шелли играет на бас-гитаре в унисон с гитарой и так и рубит дальше так и продолжает а в лирической части он играет вообще мелодические там фразы что не характерно для бас-гитариста хард-руковой группы просто играет там контрапунктом какую-то свою мелодию на бас-гитаре очень интересно ну и здесь в этой песне про девушку которая лучше чем порошковое молоко это же бас-гитарная история продолжается тоже там начинается аккордовая игра арпеджио на бас-гитаре какие-то еще там фразочки пошли то есть играет параллельно барабаны с гитарой играют одну историю а бас-гитара играет свою абсолютно лирическую он поет он поет и играет свою вот эту душесчипательную тему на бас-гитаре но конечно конечно все укладывается конечно он с барабанами конечно он держит ритм все в порядке но тем не менее вот эти его заходы в мелодическую историю они очень интересны причем их собственное продюсирование само продюсирование она тоже не просто так потому что бас-гитара записано с такими выкрученными высокими что она существует вообще отдельно от всех инструментов она не укладывается в общую пачку не работает просто вот в куче она отдельно существует за счет высоких частот и выкрученных низких убранных булькает совершенно самостоятельно очень интересно на самом деле так бы сейчас никто не записал никогда в жизни да и такие партии бас-гитары бы сейчас не не сыграли не модно уже как бы да что что поделать ничего на следующий на второе старение in the grip of a tire fitters hand злобный этот самый шиномонтажник железной хватки шиномонтажника под шиномонтажником подразумевается политики здесь насколько я понял то есть такой отсыл к тому что злобный политик держит всех в руках такой юмор 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 очень хорошая песня с классным рифом на двух аккордах играется и тембр гитарный еще мерзее чем на первой песне на первой песне хотя бы там одноголосие а здесь аккордом играется это все и такое жужжание такой фуз фас точнее ну будем говорить фуз такое просто сейчас мы скажем что это вообще брак такой выпускать нельзя а тогда пожалуйста записали сыграли в очень хорошая песня очень живая бешеная опять-таки со смены темпа там со смены ритмического рисунка в середине очень классная потом после очередной баллады красивый произведение под названием родители parents монументальная штука 10 с лишним минут по моему она идет и она очень хороша особенно вторая часть когда начинается гитарная соло психоделическое с какими-то звуками как звуки напоминающие щебет птиц но по моему это слайд гитара с реверберации просто нарезанная там кусочками разбросано очень все красиво и даже то что начало песни это это такая сверх банальщина даже тогда даже если учитывать что может быть никто до них это и не этот рисунок и не играл в нем самом заложена банальность то есть это такая но это банальность она и цепляет вот сразу банальность что такое это тысяча раз повторенная истина и когда узнаешь вот эту что так хорошо ничего думать не надо уже вот все все это я уже считываю мгновенно но сыграно замечательно опять-таки с этим басом отдельно живущим с яростным диким голосом вот при просто просто красота просто замечательная классическая пластинка английского хард-рука 73 года одна из наверно самых таких ярких и показательных на тот момент время а